Девочка-пай 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 тебя именно сделать этот альбом что подтолкнула ну я на самом деле с 83 года писал песни на стихи есенина просто тогда это было подготовка подготовка и только для друзей то есть я не показывал на сцене вообще фактически не пел есенина поскольку это было как бы такой моё внутреннее внутреннее знание что ли потому что я как бы в те годы чувствовался таким героем который должен бороться с этой властью сатанинской должен говорить все и как бы не до лирики было хотя я пил свои лирические песни но через есенина я на самом деле обнажал как бы свою душу до предела то есть до конца и поэтому в те годы я не хотел этого делать поскольку ситуация в стране была другая сейчас ну и я стал взрослее и я может быть я освободился вот этого комплекса героя когда везде и всегда должен быть героем и я не боюсь сейчас показать может быть какие-то свои сентиментальные стороны а есенин в этом смысле очень мне помогает хотя альбом у меня называется хулиганы и хулиганы это нетрадиционный взгляд на есенина нетрадиционный в том плане что старшее поколение среднее привыкла к есенину некому такому романтику сусальному такому розово-голубому поэту у меня вот как альбом называется хулиган я хулиган также я хулиганю вместе с музыкантами из группы аракс есть такая легендарная опять-таки среднее старшее поколение знает ребята работающие в линкоме юнона и авось звезда и смерти хокина мариета вот мы сделали такую глобальную работу целый год мы работали над этим проектом и сделали яркую форму очень которая адекватно массовому сознанию зрителей для того чтобы этой яркой формой пробить и может быть в каких-то местах эпатажем формы эпатажем моего исполнения когда вдруг я пою никогда я не был на босфоре ты меня не спрашивай о нем то есть не необычный подход и вот буквально недавно я как бы получил подтверждение своей победе поскольку все это делалось интуитивно и многие вообще говорю как ты как ты можешь так системе на тебя же обрушиться поклонники и выступление мое в константиново на столетии перед нет критики и не критики а было сочувствие как бы и от друзей и знакомых когда я работал ведь ты это есенин слушай на тебя обрушатся другой стиль да как бы это другой и когда в константиново я вышел и на тысячную аудиторию любителей есенина запел вот в этом стиле забил эти песни когда стали подхватывать подхлопывать подпевать потому что тексты как бы знает наизусть стихи есенина а форма это новая для них и все стали хлопать и подпевать и радоваться и я понял что я победил потому что когда тыс многотысячная аудитория принимает это и это именно те кто любят есенина что съехались на столетие в константиново именно поклонники есенина я понял что я победил и несмотря на то что сейчас после прямых эфир мы по телевидению и по радио раздаются там звонки пенсионеров в основном которые говорят о том что это не есенин я говорю почитайте пожалуйста есенина кабацкий кабацкий цикл по почитайте воспоминания есенин это был нормальный и он мне этим очень близок нормальный земной человек с космическим сознанием но земной человек который в своей поэзии именно и соединял эту высоту этот космос или у мужа господа с земными какими-то проявлениями поэтому для меня есенин допустим в очень в строчках таких я нарочно я нарочно иду не чесаный с головой как керосиновая лампа на плечах ваших душ безлиственную осень мне нравится в потемках освещать мне нравится когда каменья брани летят в меня как гратор гающие грозы я только крепче жму тогда руками своих волос качнувшийся пузырь дальше лирика спокойной ночи всем вам спокойной ночи отзвенела по траве сумерек зари коса мне сегодня хочется очень из окошка луну оба синий свет свет такой синий в эту синий умереть не жаль ну так что кажусь вам циником прицепившим к заднице фонарь голова моя как август льется бурлевых волос вином я хочу быть желтым парусом в ту страну куда мы плывем вот это есенин это есенин с лирикой и соединением на самом деле у меня в альбоме так и есть он есть лирический есть хулиган и в этом объеме я и представляю есенин то есть таким какой он был я думаю он меня слышал и очень рад этому домой прям они просто с ним как раз снимали его разговоры его как вы рассказывает плакаты ему художник сделал саби по-моему из кожи картины начатом спектакля дизайн то есть не работает или что все да при но это всегда готовы никита ты известен как поэт бунтарь теперь вот ты призываешь как бы к брату непротивление злу что подтолкнуло к именно к этому переходу к лирике подтолкнуло на самом деле подтолкнула потолкнул опыт то есть семьдесят семьдесят девятого года я как бы занимался социальной песней и так называемой борьбой системой там за это и называли антисоветчиком диссидентом но я прошел форму от там выхода на площадь до прямого призыва к оружию у меня в строчке восемьдесят четвертом восемьдесят четвертом году у меня в песне во сколько их живых прогнивших трупов и не пора ли поиграть десантным группам то есть я дошел до этого еще восемьдесят четвертом году и я столкнулся с ним я выходил я шел на эту конфронтацию но я понял сейчас я понял что любая конфронтация для любая агрессия рождает обратную агрессию и и с каким бы знаком или какого бы ты добра не хотел ты видишь там это зло его надо наказать силой там все все равно это рождает противовес и неизвестно последствия они могут растянуться на многие на многие годы и я это да и я этим занимался тогда когда на самом деле это было запрещено и когда гораздо то есть ну что сейчас критиковать про и все критикуют в телевизоре в радио везде кто хочет лишь я делал всегда то что как бы запрещалось и за что мне там говорили у тебя крыша едет там как-то можно вообще против них такое говорится и вот сейчас я занялся тем что мне за что мне друзья даже мои друзья горит слушаю тебя крыша не едет случайно ли то есть я занялся эзотерическим знанием знанием которое как бы было спрятано в веках до веках ну и эзотерика просто для зрителей это внутреннее знание то есть знание пирамид знания древние греции до тайны то есть тайное знание но почему она была тайная многие века потому что за это знание людей убивали то есть они говорили об этом их или сжигали на кострах объявляли еретиками когда тайное знание о чем гласит о том что все религии это есть суть одно и то же это все ветви одного единого начала имеешь одного бога все а каждая религия хотела доказать что она самое главное будь то мусульманство христианство там буддизм или каждый говорили о себе как о вершине чего а вот вся эзотерика строилась на том что есть единое и есть ответвление и все божественно но вот это не принималось и для того чтобы не быть убитыми и даже сохранить это знание это знание о вселенной о происхождении человека обе инкарнации обе инкарнации душ о том что мы живем многократно на самом деле это все хранилось в тайне для того чтобы в какой-то подходящий момент выдать это в для массового сознания этот момент наступает сейчас поскольку мы входим в эпоху водолея в девяносто шестом году в новую эру водолея и я очень этим заинтересовался и я стал читать литературу но мало того что заинтересоваться можно это читать как сказку я год назад а если говорить точнее 10 месяцев назад я решил и кстати есенин мне в этом помог я перед тем как записать есенина я решил пройти как у нас иконы раньше писались проходили великий пост художники а потом как бы очищенные приходили я ради есенина я прошел сначала великий пост то есть отказался до весна до весна то есть я отказался от всякой животной пищи эти 40 дней как бы животной пищи и воздержание значит от физической близости с женщиной это тоже подразумевается ну это на самом деле это как бы жесткие такие условия не подразумевается это очень опасная это очень опасная штука потому что эта энергия на самом деле самая мощная энергия и если ты не умеешь ей управлять то может самом деле съехать крыша не от вегетарианства а именно от сдерживания этой энергии но но я эти 40 дней прошел и мне настолько это понравилось что я до сих пор так и остался вот уже 10 месяцев я может быть полный вегетарианец я не ем даже рыбу там мясо но я позволяю себе животную пищу то есть неубиенную то есть без кода смерти то есть я ем сыр я ем диетические яйца могу себе позволить то есть но на растительной пище так вот к чему я это говорю что именно в эти 40 дней явились ко мне такие откровения такие мысли стали приходить вне мне в этом где ты начитался ты тебя тебя хотят сбить с этого самая гребят если бы мне смешно потому что если бы меня кто-то самом деле меня вдалбливал или что я сам то есть когда это рождается у тебя в голове у меня в голове родилось а потом я беру книгу там допустим читаю пифагора платона там с древних философов и да и читаю чё я это это было давным-давно известно знаешь на просто ну допустим об реинкарнации душ о том что мы живем многократно каждый каждый из людей задумывается что дальше знаете шекспир там быть или не будет мне что что там как там монолог что-то смертью вот 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 и вопрос какой какой какие сны какие сны в том смертном сне приснятся когда покров земного чувства сня вот и разгадка вот что удлиняет несчастьем нашим жизнь на столько лет ниша загадка тайна удлиняет жизнь на столько лет мучения то есть люди мучаются люди не знают что будет за этой жизнью а этот давным-давно известно если мы вспомним все историю то есть чему нас учили о том что многие древние воины там сладо они уходили с улыбкой нужно они знали об этом все знали христос пришел когда он владел этим знанием это кстати в византии очень интересное вот опять все замыкается император юстиан которого играет анатолий ромашин он в пятом веке нашей эры отменил это знание то есть церковь владела этим это этим знанием обринкарнации души это знали все но это было чем чревато в те времена тем что допустим ты императрица я простой как бы свободный гражданином все я знаю и ты знаешь обринкарнации что мы много раз воплощаемся ты не совершенно заставляешь мне что-то делать а я не делаю потому что я знаю что мне отдуваться придется в следующей жизни понимаешь и это не делаю и тогда приду убирается это знание и говорится один раз человек живет а потом там суд божий там и так далее вот но вот если я царь вот если я здесь то ты должен мне подчиняться понимаешь без всяких без всякого там какой бы я ни был и что в этом не было ну то есть это очень да 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 и вне знание на самом деле ведь что такое десять заповедей 10 заповедей когда-то все расшифровывались то есть это был закон то есть человеку говорилось и как бы доказывалось чуть ли не научно о том что если ты сотворишь там прелюбодеяние там или изменишь там своей своей жене значит она обязательно изменит тебе это закон это закон это закон лишь ты ока за ока зуб за зуб там или ты убил кого-то знай что убьют если не тебя то убьют твоего сына убьют твоих родителей но но люди это знание убрали осталось как бы эти десять заповеди которые ведь подчиняясь им подчинялись долгое время а потом родилось поколение которое вдруг спросила как сейчас многие молодые спрашивают а почему а это пока щену вот подчиняйся и все он не хочу объясни объяснить не могут то есть выросло поколение церковнослужителей которые объяснить не могут они знают что надо а почему не знают так вот эзотерические знания все это все это объясняет но еще раз говорю чтобы понять то о чем я говорю и поверить в это до конца не возможно потому что все это знание отличается от любой веры именно тем что это знание они вера и эпоха будущего это эпоха знания когда человек знает применение закона мы знаем что в агоне руку нельзя потому что обожжем это знание не вера что нельзя пока ребенок не сунет вагон не верит вот правильно он знает это точно так же эпоха То есть нужно познать это. А для того, чтобы познать, нужно всем стать вегетарианцами, поскольку это зашлаковка каналов, и поскольку это все... Кстати, отказ от мяса, говорят, что человек становится спокойнее. Агрессия как-то исчезает. Значит, убирается, убирается агрессия, убирается, ну, мне там, говорят, не боялся там потерять. Я на сцене, наоборот, у меня темперамент, у меня все это осталось. Я стал этим управлять. Я вот сейчас так темпераментно говорю, я могу все это потушить и говорить полностью. Самый большой контроль, который существует в этом мире, это контроль над энергией, будем говорить, нижнего пояса. Есть научное обоснование. Вот этот контроль. Это самый мощный контроль. Вот я могу сказать по совету мужчинам, сказать о том, что когда я стал заниматься вегетарианством, потенция усиливается, усиливается длительность акта любви, но при этом светлые мозги. При этом не надо напиться или что там какие-то добавки там принимают, какие-то там стимуляторы и так далее. Все это не нужно. Но идет совершенно другое восприятие. Восприятие мира это необъяснимо. Пифагор, когда набирал своих учеников, брал их с условием, 40 дней голода. Не поста, а голода. Потому что то, о чем он говорит, и когда начинает говорить о высоких материях, понятно это только тогда, когда человек очистит свой организм. Вот мы все в этом мире, очень многие или большинство, зашлакованы. Все болезни на самом деле это избавление от этих шлаков. То есть через болезнь, через операции там делают. Это что такое пост? Это знание. Это знание того, что нужно хотя бы 40 дней в году убрать из рациона животную пищу и очистить свой организм, чтобы ему потом в течение года было легко. И все это, как любой насморк, это все специально помогает организм бореться с этими шлаками и выводит все эти отбросы, выводит через вот такие вот, может быть, нелицеприятные формы. У меня все равно интересный вопрос. Все же, где ты черпаешь силу? Ведь ты вообще неуловимый человек. Ты снимаешься в театре, ты снимаешься в кино, ты выпускаешь диски на концертах. Ну, это большая нагрузка, в принципе, для нормального человека. Ну да, я черпаю вот оттуда. Оттуда я каждый день у меня обязательно, как бы, ну, кто-то называет это молитвой, я называю медитацией, я обращаюсь, как бы, к, ну, чтобы было понятно, к небу, к... Ну, это определенный ритуал или это чисто внутреннее состояние? Это уже потребность. То есть я принимаю, утром встаю, принимаю холодный душ и внутренне обращаюсь, как бы, к высшим силам, к Творцу, чтобы он... Дал силы. Ну, не то, что и дал мне силы, и подсказал, что, допустим, мне каждый раз, я говорю, скажи, что я должен делать, что, как я должен себя вести, что я должен делать для того, чтобы максимально выполнить свою работу и максимально подарить людям свет, любовь, силу, твою силу. Ну, Христос говорил, я, ты во мне, я в тебе. Я сейчас говорю вещи, может, кто-то будет смотреть и думать, ну, вообще, вот почему я говорю, да? Каждому человеку дано это, это не только мне. Каждому человеку в этой жизни все наши печали, все наши невзгоды, это все приходит именно из-за непонимания того предназначения, с которым люди посылаются на эту планету и проходят здесь, как бы, испытания. И если мы чего-то здесь не сделаем, не проходим, повторно мы будем воплощены и заставят сделать то же самое. Пройти такой же путь. Пройти такой же путь, только еще, еще, как бы, еще труднее будет путь. Но радостное во всем этом в том, что я могу сказать, что мы обречены на совершенствование. Мы не погибнем, цивилизация не погибнет. То есть, цивилизация может погибнуть в какой-то войне, все, но мы на теле мироздания, на самом деле, в виде аппендицита, а может, и прыщика вообще, понимаешь? Поэтому это, как бы, будет такой, но все это, понимаешь, когда, я говорю, этим занимаешься и когда начинаешь этим интересоваться. Поэтому, когда у меня стало на чашу весов продолжать мне борьбу, которая ничего не несет, понимаешь, потому что кто, как правил, как бы, ну, были коммунисты, потом коммунисты стали демократами, потом они на той же критике себя же, они сделали себе рекламу, стали, укормило руля, теперь дальше и дальше, дальше, и этот процесс неостановимый. На самом деле, это не важно, не столь важно, вот это, это борьба, поскольку все есть такой, все подчиняется древнему очень постулату. Человек, победивший другого, силен, человек, победивший себя, могущественен. Вот если каждый избавится, в первую очередь, от своих недостатков, от своих каких-то пороков, вот тогда и будет у нас в стране будет порядок, вот тогда будет в семье, в стране, на земле будет. Каждый начинает с себя, смотришь на правительство, смотришь на президента и говорят там полстраны, алкоголик, да что ж такое, при этом наливают себе здесь сидят, говорят, козел, напился опять. А сами ежедневно делают то же самое, значит, у меня вопрос, если полстраны квасит до посинения, почему президент не может позволить, он что, не такой же человек, только он там при, у него искушения больше, у него водки больше, у него возможностей больше, а он при этом еще напивается там раз в месяц или раз там в полгода, понимаешь? А вы, может быть, при такой возможности каждый день бы блевали, понимаешь? Поэтому, как к этому, понимаешь, как к этому подходить? Так вот, возвращаясь к твоему вопросу, вот я всегда любил делать то, что запрещали, или кто мало делает. Вот я сейчас занят этим вопросом, то есть космосом, эзотерическим знанием, потому что это не широко известно и не свойственно массовому сознанию. Но как я говорил в 79-го года и тогда, и называли диссидентом, антисоветчиком, и говорили, крыша едет и так далее, а потом наступила перестройка, и все, о чем говорили диссиденты, вдруг сбылось реально, и все стали говорить, да, в самом деле мы как-то так живем неправильно. Вот уверяю тебя, что пройдет к 2000 году, то, что я говорю, будут знать все, и это произойдет очень быстро, как, помнишь, когда говорили, там, перестройка, кто себе, когда даже, спрашивали тех же диссидентов, антисоветчиков, там, все бороться, вы ожидали, что вот такое может наступить? Нет, мы думали, там, это бесконечно, 20 лет только, чтобы вот так вот за несколько лет отменить, как бы, все эти, эти, эти самые, цензуру, там, убрать, все, не бояться, что за тобой приедут, куда-то там посадят в лагеря за то, что ты сказал что-то, отменить 58-ю статью. Никто не ожидал. Вот точно так же сейчас многие, я сейчас говорю, как кому-то покажется это бредом, за эти три года, а я это знаю, опять-таки, потому что мы входим, сейчас осталось пару месяцев до входа в новую эпоху. Это, помимо того, что это высокосный год, это колоссальные тонкие энергии пойдут из космоса на Землю. Колоссальное количество смертей будет, болезней, катаклизмов в 96-м году, но в данном случае мы будем это замечать именно потому, что будут умирать и болеть очень близкие люди, и известные люди будут болеть, потому что это, на самом деле, потоки, которые подсказывают очищайте себя, ведите праведный образ жизни. Знания есть, заповеди у вас есть, знания есть, что вам нужно сделать в первую очередь, очистить себя от шлаков, значит, перейти на вегетарианскую пищу. Ведь Лев Толстой, это я говорю, все знают, Лев Толстой не дурак вроде был, понимаешь, дедушка. Все. Почему его объявили под конец жизни сумасшедшим? Он стал излагать напрямую все эти мысли. То есть, когда он писал это в романах, и писал, у него «Война и мир», и Толстой пишет о том, что мы вечно, у него идут два героя, и один из них говорит о том, что мы вечно живем. То есть, один, можно сказать, грубо говоря, пессимист и оптимист, он говорит, проблем что-то, ради чего жить, все. А другой говорит, да ты что, да мы вечно существуем, понимаешь? Мы существуем, вот как дуб, вот растет дуб, вот желуди упали, дуб умер, а этот же дуб продолжает потом расти многократно в этих желудях. Это прямая, так же и человеческая душа. Мы уходим, и мы же потом воплощаемся в новую форму для того, чтобы совершенствовать себя. Только, только в совершенствовании себя смысл этой жизни. И когда мы опять-таки возвращаемся, я пришел к тому, что любое насилие рождает насилие, это не значит, что если я каждый раз тоже повторяю, что если мне начнут бить физиономию на улице, я не отвечу. Мне, может, сейчас еще не хватит сил, понимаешь, подставить, или хватит на один раз сказать, ну нравится тебе, ну еще, еще. Может, там на третий раз я не сдержусь и отвечу, понимаешь, я владею этим искусством. Но я даже после этого мордобития скажу себе, неспроста набили, намылили физиономию. Понимаешь, за что-то, подумай, за что. Что-то я такое, значит, сделал, понимаешь. А как у Высоцкого было, бить человека с детства я, полицию я с детства не могу, я вот так рос. То есть я участвовал в каких-то драках, потасовках, но вот всегда у меня было, я не мог. Понимаешь, то есть или это в варианте очень большого завода, в какой-то разборке, или же в кино, где мне все время предлагают такие... В кино все время, да, то есть такие боевые роли. Да, да, но вот это на самом деле такой, что ли, прорыв тоже к массовому сознанию. Я-то знаю внутренне, что я как бы иду для того, чтобы быть адекватным массовому сознанию, для того, чтобы потом все равно сказать то, что я хочу. Понимаешь? Так же и в песнях я пою какие-то хулиганские песни, для того, чтобы в какой-то момент сказать... А, послушайте, послушайте... Уже взведен судьбы шальной курок, А курок жизни, совесть располя, Вселяет в душу выстраданность строг, Что сделали с тобой моя земля, Как женщина поруганная ты, Кроты умов, насилуя тебя, Пинают тело хрупкой красоты Детей твоих в зародышах губя От выбросов, абортов и резни Немой Станешь, как поля, Политые отравою возни, Что сделали с тобой моя земля И так далее. Неважно, я не буду нагружать... То есть я говорю, что концерт, это форма всегда... И то, что мы сейчас говорим, я убежден, как режиссер даже, Что все это нужно очень хорошо монтировать, Чтобы зрители не заснули, Ну, утомил уже, ну, птица говорун, Ну, сколько ты можешь ля-ля языком, Лучше бы что-нибудь такое, да, Что-нибудь такое... И тут, и тут, я понимаю это, я говорю, Какой шальной метеорит! На землю к нам забросил спит, Мы спеть не выходим из-за поля! Эй! И поехали, видишь, и всем радостно, все проснулись, Для того, чтобы потом снова говорить о том, О чем я хочу, понимаешь? Вот эта форма, на самом деле, Она очень действенна, Она очень действенна, И на самом деле было бы, конечно, Правильнее, если бы я сидел с гитарой И перебивал это все Какими-то прибаутками, шутками... Да! Свой круг зрителей есть, Который будет слушать, Которому это интересно! Ну, все же, вот не смотришь... Это удивительно, потому что Раньше не говорили, А вдруг сейчас, вот это то, что я говорю, Что именно сейчас это знание начинает идти, То есть говоришь с друзьями, И вдруг люди говорят, Слушай, а мы думали, у нас крыша едет, То есть, понимаешь, да? У людей начинают, вдруг у них мысли О Боге, о Вселенной, Но не в ортодоксальных каких-то проявлениях, В каких-то, потому что это пугает... И вдруг дома у них не ворачем, Но не в оси Или концепция, Потому что это может быть не всегда, О Си-си-жуч Bean, И когда человек вообще меня не забыua, И Субтитры сделал DimaTorzok 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 Нужна золотая середина Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот как будет сочетаться нынешний двойки на образ с твоим мировоззрением сегодняшним? Именно поэтому я и хочу снимать продолжение, потому что я хочу сделать то, чего может быть еще не было. Я хочу показать вот этого супермена по неволе, то есть вторая часть, наверное, отойдет эротически, ну там будет просто супермен по неволе, человека, который, будучи в состоянии комы, а он в первой серии там смертельно как бы ранен, он вдруг с ним происходит нечто такое, что он, как мы говорили, он не может бить человека, вдруг он профессионал, который был в армии, который был в десанте, там все, вдруг в стычке какой-то, и он чувствует, как держит его какая-то энергия, и у него начинается вот то, все то, о чем мы говорили, и у него вдруг ему это приходить начинает. Но при этом это будет зрелищный фильм, потому что будут как бы, не то что бить его, а он будет попадать в ситуацию, он не может там не заступиться там за девчонку, там за кого-то, но вместе с тем неадекватная реакция будет совершенно. То есть он говорит это, его бьют, а он отлетает, а сделать ничего не может, будет уклоняться, то есть это будет построено именно на философии, которую я сейчас проповедую, для того, чтобы, я еще раз говорю, сделать то, чего еще не было, показать силу человека, обладающего знанием. Но в конце это классически уже будет, как бы его доводят, то есть когда вычисляют его враги, вычисляют его эту новую способность, потому что он не может, над ним просто начинают потешаться, потому что он как Дон Кихот, он смешон, у него же никого ударит, и на его глазах произведут некое действо, которое его выведет из вот этого состояния. И тоже, опять-таки, обладая знанием, я покажу, насколько может быть эта энергия, вот эта высокая разрушительной. Да, это, кстати, почему говорят там об эзотерическом знании, там, это что оно, вот, оно разрушает человека, оно не разрушает человека саму по себе, оно наоборот дает ему высоту огромную. Но, но, если человек на этой высоте совершает какой-то проступок негативный, он падает с этой высоты, и его это падение настолько яркое и настолько мощное, что оно не может остаться незамеченным, в отличие, допустим, от какой-то ортодоксальной религии, человек, который втихую там грешит, кается, грешит, кается, ну, потихоньку грешит, потихоньку кается, понимаешь? То есть, вот это будет развязка в финале, когда он разберется, как бы, с этой всей бандой, и в конце фильма уйдет в, не в церковь, не в монастырь, а уйдет, как бы, куда-то, в Гималайи, в эти, встретит учителя, который будет его уже готовить к третьей, к третьей серии. Сценарий второй серии у меня в голове, в голове четко есть, и он будет гораздо зрелищнее, чем первый, тоньше, хочется надеяться, если, я еще раз говорю, если это будет угодно небу, потому что я это хочу сделать, как там решат, посмотрим. Никита, как быстро ты загораешься в новой идее, и как быстро остываешь? Смотря какая это идея, и смотря, что она несет, то есть, я могу сейчас, во всяком случае, трезво оценивать, то есть, если я раньше брался за любую работу, которую мне предлагали, то сейчас наступил момент, когда я могу уже отсеивать, и когда я могу выбирать. И анализировать. И анализировать, и как бы мне не было неудобно обижать людей своим отказом, чтобы просить или выручить, или приехать куда-нибудь, все, я отказываюсь, потому что я, как бы, на чашу весов, у меня есть что делать, и, значит, я беру, что я, где я могу максимально себя приложить, и я отказываюсь. Какие ценности для тебя важны, в первую очередь? Ну, тут же банально, банально, то есть, для меня банально. Любовь, любовь, у меня и в песне я так пил, любовь есть музыка веков, любовь есть музыка. Но прощение, уметь прощать, это самое главное качество, и которое сейчас нам очень нужно. Я думаю, что на самом деле, вот ситуация в стране сейчас, даже политическая ситуация, не складывается в сторону покаяния. Я себе раньше задавал вопрос, сейчас многие, почему же не покаялись, почему? Нельзя, получается, сейчас покаяться до тех пор, пока люди не научились прощать. Потому что если сейчас всплывет правда о 30-х годах, о 20-х годах, о том, что делали большевики, огромное количество людей, пострадавшие от них, потребует крови. И это страшно будет, понимаешь, они не готовы... Это будет повторение. Да, это будет повторение, только в обратную сторону. И я вот в последнее время буквально задумался над этим, и я понял, что опять-таки, как бы, все делается тогда, когда должно сделаться, хотя меня это волновало, волновало, я знаю, как это волновало Игоря Талькова. Он на этом деле как бы изгорел, потому что ему хотелось, вот 91-й год, должны вынести Ленина из Мавзолея, должно быть судно от КПСС, все, и вдруг это не происходит, и у него происходит слом внутри, понимаешь, да? То есть как же? А я для себя сейчас открыл ситуацию, пока, если библейская, пока не умрет поколение, рожденное в рабстве, пока не уйдет поколение, которое настрадалось в это время, пока люди, когда научатся прощать, чтобы процесс, который, если будет покаяние, и суд там над КПСС, над этой коммунистической идеологией, он должен быть, как бы, духовный суд, нематериальный, не палача посадить в тюрьму, его жизнь наказала, если кто-то сейчас проанализировал бы и посмотрел бы жизнь НКВДшников, которые прошли, они все или закончили сами в лагерях, или нищенствуют сейчас, понимаешь, да? То есть я сейчас смотрю на вещи совершенно по-другому. Я считаю, что ведь главное не разрушать, а главное созидать. Безусловно. Пользу приносить надо, в первую очередь. Правильно, правильно, именно об этом, это и есть любовь, это и есть любовь, это и есть любовь, именно вот то, что я говорю, но любовь и прощение, любовь, понимаемая без прощения, это не любовь. Ну что ж, мне хочется единственное пожелать, чтобы ты горел как можно дольше и не сгорел. Слышишь, это очень интересная мысль, потому что последнее время у меня было, понимаешь, когда в медитациях я говорю про себя, если нужно, я готов сгореть, я готов, скажите, что нужно делать для этого, а потом идут какие-то такие, ну, внутренние рывы, и понимаешь, эээ, какой, сгореть-то каждый, понимаешь, да? И вот сразу, эх, а ты попробуй, да, а ты попробуй в ежедневном, да, в ежедневном вот этом вот всем, где мы все находимся, попытайся гореть и попытайся, тебя поливают холодной водой, тебя бьют, тебя пуляют камни, а ты, да, а ты улыбайся, у Есенина самое высшее в мире искусство, быть улыбчивым и простым. Вот простота, это то, что я взял у своих учителей, а я не скрываю, что я учился у Высоцкого, да, Личао Акуджао, но больше всего, конечно, у Высоцкого. Простота, доверительность, общение. Для меня любой зритель, знакомый, незнакомый приходит, он, как бы, мой брат, и я не имею права стоять, я народный артист, а ты, кто ты такой? То есть у меня я и очень хочу, чтобы никогда это, никогда это не наступило. Я желаю удачи. Спасибо. Вам в любви, добра и всего-всего-всего-всего хорошего. И не судите нас строго за то, что мы наговорили, кто-то, может, смотрел из любопытства и не услышал тех вещей, что хотел услышать, но поверьте мне, все подзнамена вегетерианства, и Вы нас поймете. Нет, к этому прийти надо, и пока чисто внутренне, а потом уже фулюга. Ну, фулюга. Ну, фулюга. Нет, понимаешь, животное или что там, если бы, в самом деле, если бы показали, вот, там, рекламируй, там, блюда какие там что-то, а если бы показали процесс боя, боя, как это все делается, да, американцы это делают, то есть они показывают. Поэтому американцы сейчас, среднеамериканец, так и, там, птицу они едят, от животной пищи они отказываются, потому что они видят, как это страшно, когда идет животное, да, да, животное плачущее. И на самом деле знание говорит о том, что код смерти, животное чувствует эту смерть, и человек поглощает это, и поэтому отсюда стрессы, отсюда неврозы, отсюда болезни и так далее. Так что это еще и колоссальное знание, а еще раз мне очень хочется остановиться на том, чтобы те, кто нас слушают, потому что есть люди, которые поклоняются как бы религии православия, не подумали, что я что-то имею против этого, я, это наша культура, это наша история, и поэтому в этом колоссальная тоже энергия и души разных возрастов для каждому свое. Поэтому если кому-то хочется быть в православии, ради Бога, слава Богу, что вам там хорошо. Но не отрицайте путь своих братьев, которые кто-то идет в мусульманство, кто-то в буддизм, кто-то в эзотерику. Все мы люди, и все мы должны решать. Дайте любимость друг к другу. Да, да, все через любовь. Ура! Победа за нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова